Тульск область посетила легенда советского российского хоккея, заслуженный тренер СССР и России, человек, который был тренером нашей сборы на восьми олимпиадах, Владимир Юрзинов. Нам удалось побывать вместе с Владимиром Владимировичем на его малой родине, стать свидетелями долгожданной встречи с другом детства Борисом Воробьевым, с которым он не виделся около 60 лет. Встреча друзей прошла в школе номер один в Узловой, директором которой является Борис Воробьев. Легенда хоккея пообщался с учениками, рассказал о том, как пришел в спорт и дал наставление ребятам. После, с другом детства, Владимир Юрзинов посетил свою малую родину, село Высоцкое, в котором проводил все лето, играя в футбол за одной из предприятий, добывающего уголь. Как известно, развитием хоккеевного московской активности занимается компания «Полипласт». Ее руководство в главе председателя Совета директоров Александра Шумсудинова и генерального директора Александра Ковалева радушно встретило долгожданного гостя и провело экскурсию по предприятию. Для тренеров московского хоккейного клуба «Виктория» Владимир Юрзинов провел семинар, порекомендовал использовать особый подход в подготовке юных хоккеистов. Как Владимир Юрзинов попал в хоккей? Впечатляет ли его стремительное развитие хоккейного спорта в нашем регионе? Каким же, по его мнению, должен быть тренер, который занимается с детьми? На эти вопросы легенда нам и ответил. Мы жили около стадиона «Пищевик», и вот массовые катания, и играли в хоккей во все. Зима, хоккей, ну русский хоккей, русский хоккей, мы играли на коньках, и поэтому у нас спортивный район. У нас был Саша Альметов, я с ним учился в одном классе, и очень много ребят, которые ходили и играли на «Динамо», и ездили в ЦСКА, вот так, поэтому крутой. Для меня это очень большое дело, что он здесь вот именно в России, вот здесь вот, в Тульской области, на Московской здесь вот, развивается. Понимаете, я никогда не думал, и когда я увидел, что здесь сделано, вот эти стадионы, вот эти два, понимаете, как, Московский, Тульский стадион, у меня это произвело очень хорошее впечатление. Я очень рад, что меня пригласили сюда, мне очень нравится, ну, подход, который заключается в том, что здесь вот основное – это заниматься молодежью, молодежью, заниматься детьми, заниматься, так, желание сделать хоккей народным. Это направление в развитии, я бы сказал, вот, губернатора и вот этих людей, которые вот все это сделали, это очень важно для всего нашего хоккея, для развития. Надо любить детей, любить детей, понимаете, они это чувствуют, они же это чувствуют гораздо больше, чем взрослые. Если тренер не любит, у него ничего не будет, он должен любить своих игроков. Второе – это то, что тренер должен ставить перед собой задачу не испортить игрока, то есть дать ему развиваться инстинктивно, его лучшие качества развивать. И третье – он должен все время хвалить игрока, понимаете, он должен его радость ему от этого хоккея, который он вот получает, что он должен рваться, бабушка, я сегодня гол забил, или дай меня, понимаете. Председатель Совета директоров компании «Полипласт» Александр Шамсудинов поделился впечатлениями от приезда заслуженного тренера СССР России, а также рассказал о том, каким в его представлении должен быть профессиональный хоккеист. Мы стараемся приглашать эксперт-сервистов, не именно легенда-легенда, а та легенда, которая действительно наполнена большим содержанием внутри себя, для того, чтобы она была нам полезна. И в то же время эти люди нуждаются в востребованности, и очень грустно, что они не востребованы в жизни. Мы решаем и свои задачи, и в то же время решаем где-то их психологическую составляющую. Качественный хоккеист не обязательно должен быть звездой. Это тот человек, который делает черновую работу, и в то же время он может быть звездой. Тот же Ковальчук или Датсук, это с одной стороны, они делают очень много черновой работы, но при этом это звезды. Директор хоккейного клуба «Виктория» отметил положительную сторону тренинга, который провел Юрзинов-старший, и рассказал о будущих перспективах развития тренерского состава. С приездом, с каждым приездом новых и новых людей подчеркивается, скажем так, то, что мы все-таки реально уже существуем и есть. Поэтому приезд Владимира Владимировича – это огромный для нас, конечно, плюс, в плане того, что он узнает, что мы есть и в каком виде мы уже есть. И, безусловно, весь его опыт и его советы, безусловно, они нам только в помощь. И те секунды, которые сейчас мы успеем провести за этот короткий год, конечно, пойдут на пользу нашим тренерам. И, безусловно, они для себя вынесут, наверное, что-то, то, чего не знали до этого момента. Поэтому огромное спасибо Владимиру Владимировичу, что он был с нами, есть. И надеюсь, что еще раз он неоднократно посетит нас и продолжит с нами сотрудничество в любом его виде.